Единая Россия объявила о начале большой избирательной кампании. 15 марта начинается прием заявок на участие в предвыборном народном голосовании. Затратная и технически сложная процедура сродни Олимпийским играм. Честно, красиво, а к финишу придут лучшие. Так или иначе, эти процедуры формируют пул эффективных, известных, авторитетных, самое главное для нас, конкурентных людей, которые в последующем пойдут на выборы, и мы рассчитываем, что они будут побеждать. Для Единой России это не первый праймерис, но впервые у него народные черты. За 8 лет новомодная западная штучка прошла долгий путь эволюции. Теперь праймерис – народное голосование. На несколько месяцев простой человек может окунуться в большую политику и почувствовать весь вкус предвыборной борьбы. Основная цель по второй модели – это максимальная открытость. Для простых жителей? Для всех участников процесса. Как для жителей, так и, еще раз говорю, для конкурентов, и так и для однопартийцев. В общем-то, для всех. Голосуют граждане, в первую очередь, а не члены партии. Выборщиками станут 36 тысяч человек. Лицом к лицу они встретятся с претендентами на депутатский мандат. Во всех ямальских городах и районах единороссы откроют 58 площадок. За новые или уже знакомые лица проголосует народ. Я считаю, что нет фотосоу, потому что все происходить будет наглядно. Все будет выложено на сайте. Со всеми документами можно будет ознакомиться. Поэтому все будет по-честному. На этот шаг пойдут не все партии. Коммунисты от внутрипартийного праймерис отказались. Причина проста. Их так мало, что лидеров можно по пальцам пересчитать. Эта игрушка, которая придумана на Западе, какое-то она значение, наверное, имеет. Но она относится скорее к устоявшимся партийным структурам. А сегодня, когда наша партийная организация здесь находится в состоянии становления, развития, поиска новых ресурсов, я думаю, что у нас каждый человек на счету и устраивает праймерис, оно просто не имеет практического смысла. Эксперты с такой постановкой вопроса не согласны. Праймерис с народными чертами – не новомодная игрушка, а реальная возможность выявить лидеров. Некоторые партии не готовы к праймерис, потому что у них нет достаточной базы для праймерис. У них нет ни электоральной базы, ни базы собственных членов в регионах. И поэтому они не готовы к праймерис. В то время как Единая Россия, к примеру, имеют достаточно большую электоральную базу и готовы к внутренней конкуренции. Конкуренция – это как в спорте, где побеждает сильнейший. Лучшие войдут в сборную «Ямала» на выборы 2015. Единороссы не скрывают – к финишу они придут первыми и с самой многочисленной командой. Продолжение следует...